Дружеский турнир по паралимпийской игре Бочи состоялся в седьмой женской исправительной колонии. Дружеский, потому что силы не равны. Одни игроки в спорте преуспели. Это особенные люди из клуба «Открытое сердце». Другие, осужденные женщины, с правилами состязания столкнулись впервые. Игра довольно проста. Нужно попасть шариком к главному мячу – джекболу. За шесть сетов побеждает та команда, которая наберет большее количество очков. Игра эта известна с античных времен. В современность ее адаптировали для инвалидов. В основном людей с серьезными повреждениями рук. Можно выиграть и попробовав. То есть игра иногда и на удачу. То есть удачная. Также улыбается победа. Но в процессе игры, когда имеешь большую практику игры, конечно, развивается точность. Игра непростая. Она на тактику. Потому что здесь имеет значение, куда вы выбрасываете джекбол. Как подогнать к нему свой шар, чтобы закрыть ход противника. В женской колонии гостям рады. Новому занятию тоже. Людмила в зону прибыла в июне. Еще не адаптировалась окончательно и всему удивляется. На предложение поиграть немедленно согласилась. Говорит, боча напоминает ей боулинг или бильярд. Здесь спартакиады проводятся. Разные виды спорта. Уголки, шашки, шахматы, волейбол. Девчонки с колонийскими мероприятиями, концертами ездят в другие колонии. Также они к нам приезжают. В принципе, жизнь ключом бьет. Если для гостей из клуба «Открытое сердце» игра скорее развлечения, для осужденных серьезное соревнование. Летом в зоне проходит спартакиада. За звание лучших и самых спортивных соревнуются разные отряды. Дисциплин, по которым проходят зачеты, около десяти. Брыжки в длину с места, притягивание каната, в мужских колониях потягивание перекладине. Основные такие виды спорта. Вообще-то это привитие к здоровому образу жизни, к спорту. В общем-то, отказ от вредных привычек в какой-то степени возможен. Желающих принять участие в игре было гораздо больше. Гостей в исправительных учреждениях любят. Каждая встреча с новыми людьми, рассказывают женщины, как глоток свежего воздуха. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.